В округе стартовал конкурс «Люберецкая супербабушка». Его проводят с 2019 года в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Тему продолжит Богдан Колесников. Учитель технологии из 53-й школы Надежда Титюлина – победительница самой первой «Люберецкой супербабушки». Победа в конкурсе придала уверенности в себе и вдохновила идти дальше. Конкурс меня просто окрылил. Я даже сама себя уважать стала, честное слово. У меня просто появилось увеличенное желание и внимание к внукам, к детям, к своим ученикам. И желание освоить новое рукоделие, новое творчество. Надежда Ивановна создала 18 коллекций одежды для театра мод, в котором обучает подрастающее поколение основам этикета, красивой походки и, главное, уверенности. А после победы в конкурсе «Супербабушек» увлеклась изготовлением кукол из подручных материалов. Но главное, считает Надежда Титюлина, важно участвовать в жизни внуков. «Ну вот, мои хорошие, бабушка сделала вам хорошие пирожные. Теперь будем пить чай, хорошо?» Сегодня за столом собралась самая малая часть семьи Титюлиных. Хозяйка дома, ее дочь Ксения и два внука. «Бабушка, ты у нас и так самая лучшая. Расскажи, почему ты поняла участие в этом конкурсе?» «Сашуленька, потому что было чем гордиться. Это же условие конкурса – это показать внуков. Я вас показала. Пашульку, Ванечку. И ты участвовал, да? Поддерживал морально бабушку?» «Да». «Поддерживал». Люберецких супербабушек будут ждать конкурсы и мастер-классы. С творческими испытаниями, уверена Надежда Титюлина, справится каждая. Главное – настроиться на успех. «Есть чем гордиться в нашем возрасте. Пожалуйста, приходите, вам там помогут. Покажите себя. Вы же единственные в мире, дорогие наши бабулечки. Приходите, докажите, что вы еще многое можете». В этом году подано более 30 заявок. Конкурс проводят с апреля по июнь. Жюри будут оценивать участниц в нескольких номинациях. Кулинарный конкурс творческий и спортивный. Имя победительницы назовут в день празднования 400-летия Люберец. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.